Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу серию вебинаров, посвященных особенностям лечения пациентов пожилого и старческого возраста, имеющих онкологические заболевания. Сегодня мы... Вот здесь в зале присутствуют два химиотерапевта. Я, Ткаченко Елена Викторовна и Алексеева Юлия Владимировна, которые занимаются лекарственным лечением закачественных опухолей у людей различных возрастов, кроме детей. Но посвящаем мы свои вебинары пациентам старше 60 лет и дальше. Сегодняшний вебинар будет посвящен ответам на вопросы от пациентов, от пациентской организации, касающихся юридической и социальной помощи. То есть перед вами выступят и юрист, и сотрудник социальной службы. Прежде чем перейти к нашему вебинару, я хочу напомнить, что вы можете задавать вопросы нам, которые я увижу вот здесь у себя на столе. Для того, чтобы задать вопрос, можно задать вопрос через форму обратной связи, расположенную на странице эфира. Для этого необходимо выйти из полноэкранного режима, написать свой вопрос и нажать кнопку «Отправить». Я его увижу и обязательно задам тому, кто должен на него, кому вы хотите, чтобы он ответил. Также напоминаю, что записи этого мероприятия будут выложены завтра в течение дня. Здесь же на странице эфира портала «Лайфни и онкологии», где вы нас смотрите. Также примерно через месяц записи всех докладов будут размещены на официальных ресурсах медицинкологии имени Петрова. Мы приглашаем к участию врачей всех специальностей, не только онкологов, и пациентов, и их родственников. Я очень надеюсь, что для них это тоже будет полезно. Итак, сейчас перед вами на экране выступит Румянцева Марина Борисовна, председатель Совета Санкт-Петербургского регионального отделения, заместитель председателя Координационного совета Межрегионального общественного движения «Движение против рака», член Совета по защите прав пациентов при Комитете здравоохранения Санкт-Петербурга, член Совета по защите прав пациентов при Роснадзоре Санкт-Петербурга. Марина Борисовна осветит часть, наверное, вопросов, которые возникают у пациентов перед лечением, в процессе лечения у онколога. Пожалуйста, Марина Борисовна. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу сказать, что затронута очень серьезная и нужная тема особенности лечения онкологических пациентов пожилого и старческого возраста. Так как мы часто наблюдаем картину, что именно пожилым больным в лекарственной терапии либо отказывают совсем, либо предпринимаются такие методы затягивания и проволочки, которые не позволяют довести пациента до самого метода лечения. То есть человеку говорили, у вас подозревается онкологическое заболевание, человек живет, например, в селе, и он даже не прибегал к самым элементарным методам диагностики. Конечно, с началом госпрограммы по борьбе с онкологическими заболеваниями ситуация с обеспечением лекарственных терапий пожилых больных стала улучшаться. Сложность, конечно, еще в том, что не все пожилые люди владеют интернетом. Они не могут получить достоверную информацию о способах и перспективах лечения. Чаще всего делают их дети. Также для пожилых пациентов проблемами являются удаленность онкологической помощи, логические ограничения, транспорт, малая мобильность, у них нет лифта или худунки, или эндопротезы. Родственники в другом регионе не могут взять их к себе, финансовые трудности, не умеют пользоваться смартфоном и некому помочь. Но также хочется осветить и медицинские проблемы, хотя это могут и врачи осветить, но я хочу их сказать. Трудности с венами, ограничение сдачи анализа крови внутривенного ведения, при плохих анализах повторный приезд, не входит в тариф КСГ, нет онколога по месту жительства и нет контроля лечения. И, к примеру, лекарственных препаратов нет зеледроновой кислоты, замена на доносумат или каладроновую кислоту в капсулах, а это менее эффективно. И, пожалуйста, покажите мою табличку с вопросами. Так, видно все? Марина Борисовна, она на экране, да? Так, все. Значит, у меня, исходя из всего этого, возникают вопросы и к юридической помощи, и социальным службам. Ну, я вначале освещаю юридические вопросы, а во второй половине, да, социальной службы. Значит, существует ли юридическая социальная помощь пожилым онкологическим пациентам? Можно получить заочную консультацию онколога, забрать результаты обследований, получить годные лекарства? Можно ли получить направление федеральное учреждение и получить консультацию юриста бесплатно? Социальную помощь потом осветим, да? Да, после. Спасибо большое, Марина Борисовна. На первые вопросы из нашей таблицы у нас будет отвечать юрист Чистов Андрей Витальевич, руководитель юридической службы Межрегионального общественного движения, Движение против рака, город Москва. Андрей Витальевич, мы вас слушаем, ждем. Здравствуйте, коллеги. Спасибо за приглашение. Сейчас я подключу презентацию и расскажу про организацию юридической помощи пожилым пациентам, а также отвечу на озвученные вопросы. Так, прошу только сообщить, видно ли презентацию? Видно. Видно. Хорошо, спасибо. Ну, если мы говорим вообще о медицинской помощи, о юридической помощи, то в данном случае необходимо начать с того, что именно каждый имеет право на медицинскую помощь. В данном случае это закреплено у нас в Конституции Российской Федерации, которая гарантирует это право, а также федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, он определяет в том числе очень важное право, что не допускается отказ в оказании медицинской помощи. В данном случае мы говорим о каждом гражданине, вне зависимости от возраста, вне зависимости от того, где он проживает, и иных различий между гражданами. Поэтому здесь все равны, онкологические пациенты, вне зависимости от возраста, должны получать плановую медицинскую помощь в полном объеме и, соответственно, на равных условиях. Никакой дискриминации здесь у нас не допускается, вне зависимости от возраста. Если мы говорим о бесплатной юридической помощи, то здесь опять необходимо сказать, что этот вопрос, он базируется, так скажем, на трех китах. Первое – это бесплатная юридическая помощь в соответствии с федеральным законом, который определяет условия оказания такой бесплатной юридической помощи. Если мы говорим о пожилых гражданах, то необходимо отметить, чтобы они отвечали данным, указанным на экране, критериям. То есть у нас бесплатная юридическая помощь оказывается не всем гражданам Российской Федерации, а тем, которые отвечают критериям, указанным в этом федеральном законе. Но и позже я скажу и о законах субъектов Российской Федерации. То есть первый критерий – это средний душевой доход семьи либо одинокопроживающего, который должен отвечать в данном случае. Второе – это инвалиды первой и второй группы. Зачастую работаю с обращениями и вижу обращения онкологических пациентов, в том числе в возрасте. А зачастую можно увидеть как раз и инвалиды с первой и второй группы. Это тоже один из критериев. Также граждане пожилого возраста, которые проживают в учреждениях социального обслуживания, которые оказывают услуги в стационарной форме. И это, так скажем, центры реабилитации инвалидов, пожилых граждан, где они проживают постоянно. И граждане признаны судом недееспособными. Такое, к сожалению, также встречается. В силу тех или иных причин суд признают граждан недееспособными, и им назначается опекун. И в данном случае также опекун, действуя от имени и в интересах данного гражданина, может получить юридическую помощь. Где она оказывается? Данная бесплатная юридическая помощь оказывается в адвокатских образованиях, а также адвокатами, которые включены в реестр и в список. В каждом субъекте Российской Федерации действует палата адвокатов региональная, и она утверждает также этот перечень адвокатских образований и адвокатов, кто участвует в реализации данной программы по бесплатному оказанию юридической помощи. Данную информацию можно найти на сайтах адвокатских палат. В этом, я думаю, могут помочь родственники пожилых пациентов, либо обратившись в данные палаты напрямую по номеру телефона, которые, например, если будет такая необходимость, могут предоставить также активисты общественных организаций, помочь в поиске данных адвокатов. Это первый момент. Второе – это государственное юридическое бюро, которое также создаётся в субъектах Российской Федерации и участвует в организации и в реализации данной программы бесплатной юридической помощи. И также данную помощь могут оказывать на добровольных началах юридические клиники при высших учебных заведениях юридического профиля. Такие клиники, я знаю, существуют. В регионах мы даже с ними взаимодействовали, когда работал на праздной работе. То есть они на самом деле, там студенты старших курсов, уже также отбираются преподавателям, которые заинтересованы в этом, именно студенты, и оказывают ту помощь именно на безвозмездной основе. Но они также курируются преподавателем и лицом, который имеет какой-то уже опыт и навык в юридической сфере. Я сказал про федеральный закон. Теперь необходимо осветить и ряд региональных законов, поскольку данный федеральный закон устанавливает, что и иные категории граждан могут получать юридическую помощь в случае, если установлено региональным законом. Пример приведу закон Нижегородской области, также о бесплатной юридической помощи. И здесь у нас добавляется еще один критерий, которым может отвечать гражданин для получения такой помощи. Это неработающие пенсионеры, являющиеся получателем страховых пенсий по старости. По старости это имеется в виду по достижению того возраста, который установлен в федеральном законодательстве. Как раз пожилые онкологические пациенты здесь и подходят под этот критерий. Также примером может являться закон Санкт-Петербурга. Он также расширяет критерии, которым должны отвечать граждане. Это граждане, которые уже являются инвалидами третьей группы. Как мы видели, в федеральном законе речь идет только об инвалидах первой и второй группы. Это граждане среднедушевой доход семей или одиноко проживающих не должен превышать двукратную величину проживающего минимума, который установлен в городе Санкт-Петербург. И граждане предпенсионного возраста, то есть после пенсионной реформы, ввели такое понятие предпенсионный возраст, то есть в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. И здесь есть оговорка, а также досрочно. Досрочно это самый распространенный пример. Это учителя и врачи, средний медицинский персонал. Но здесь у нас указывается ряд уже вопросов. Тоже ограничиваются. То есть по каким вопросам? По вопросам защиты трудовых прав, а также получения мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной поддержки, а также государственной помощи. Социальная поддержка у нас, включая в том числе обеспечение лекарственными препаратами бесплатно, по льготным рецептам. Государственная социальная помощь у нас включает, если мы говорим об гражданах с инвалидностью, это санаторно-курортное лечение, это также обеспечение лекарственными препаратами и право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Это первый раздел бесплатной юридической помощи, который оказывается в соответствии с федеральными и региональными законами, повторюсь, адвокатскими образованиями, адвокатами, у которых есть адвокатский кабинет, которые индивидуально ведут такую деятельность, государствами и юридическими бюро, а также юридическими клиниками при высших учебных учреждениях. Второй аспект в этом плане, или вторая возможность получить юридическую помощь, это деятельность общественных организаций, прежде всего пациентских, общественных организаций, общественных движений, которые работают в этой сфере и которые в соответствии со своим уставом оказывают информационно-правовую поддержку пациентам с той или иной нозологией. Например, это наша организация, это наше движение против рака, где мы в силу уставов как раз и оказываем информационно-правовую поддержку пациентам с онкологическими заболеваниями по нескольким направлениям. Это лечение, то есть это диагностика, получение диагноза, точного установления данного диагноза. Это направление необходимое лечебное учреждение, в данном случае я говорю о маршрутизации, которые у нас реализуются в каждом конкретном субъекте. Также обеспечение лекарственными препаратами бесплатно по льготным рецептам, как зарегистрированными в Российской Федерации, так и незарегистрированными в Российской Федерации. Также оказываем такие консультации. Зачастую онкологические пациенты сталкиваются с таким вопросами, как установление инвалидности, а также уже с обеспечением прав инвалидов на получение гарантии социальной поддержки, а именно технические средства реабилитации либо санаторно-укротное лечение, если нет противопоказаний. Также, когда человек сталкивается с онкологическим заболеванием впервые, находится длительное время на листе нетрудоспособности, в этом случае вопрос встает не только об оформлении инвалидности, но и разрешение трудовых вопросов, то есть какой порядок увольнения, нарушены ли права при увольнении и возможно ли в дальнейшем продолжать трудовую деятельность. То есть это второй, так скажем, раздел и возможности получения бесплатной юридической помощи путем обращения в пациентские организации. И третий раздел возможностей защиты прав граждан, а это именно защита прав застрахованных лиц в сфере ОМС. В данном случае необходимо сказать, что действует федеральный закон об ОМС, который определяет, что в Российской Федерации формируется и обеспечивает и организовывается систему защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС. И следующий слайд, он говорит о том, что этим занимаются страховые медицинские организации, которые осуществляют информирование, ну, консультирование, наверное, правильно сказать, как раз пациентов в рамках ОМС о видах и качествах предоставления медицинской помощи, о нарушениях, которые выявляются. Важно сказать, что также конкретизируется и разъясняется право на выбор медицинской организации, в соответствии с порядками и маршрутизацией, которые действуют в конкретном регионе. И также формируется такой набор знаний об обязанностях застрахованных лиц. В частности, прополис также разъясняется, как вы получите, какие права он гражданам гарантирует. Если мы уже разобрали вот эти три базисных момента, то есть каким образом у нас именно организуется юридическая помощь онкологическим пациентам, тогда я, наверное, предлагаю перейти к вопросам. И презентацию я завершу. И уже подключусь по видео и отвечу на вопросы, которые были озвучены. Спасибо большое. У меня в чате пока нет вопросов. Но это на самом деле, вы знаете, мы ведь часто просто не можем начать лечить пациента, если он не может к нам приехать по тем или иным причинам. И очень часто действительно наши, к сожалению, пациенты считают, что они беззащитны. Защита то юридическая существует, и она достаточно большая. Вот еще раз просто уточните, он к любому адвокату может обратиться, пациент, если у него какой-то вопрос возник? Или какие-то специальные должны быть адвокатские бюро, я не знаю, группы? То есть я поняла, что можно обратиться в пациентскую организацию, ее нужно найти? И вот, я не знаю, там в соседнем доме рядом работает адвокат. Он к любому может обратиться? И что для этого нужно иметь? Да, то есть адвокаты, они не разделяются именно по наименованию, по наименованию своего адвокатского образования. Они определяются именно реестром, списком, который утвержден в конкретном регионе. То есть у нас есть в регионе те адвокаты, которые оказывают юридическую помощь бесплатно, эту информацию просто необходимо получить в палате адвокатов. И есть еще такое адвокатское образование, как юридическая консультация. То есть она так и называется. И она как раз занимается оказанием бесплатной юридической помощи. А потом, есть перечень вопросов, по которым граждане могут получить такую помощь. Это не только связано с именно социальными гарантиями, социальными правами, не только связано с установлением инвалидности и медико-социальной экспертизой, это связано с защитой прав потребителей, это связано с иными вопросами, которые важны для гражданина, именно защита прав в сфере недвижимости, получения жилых помещений под оговором социального найма, защита трудовых прав. То есть, единственное, надо уточнять, в каждом регионе действует, как я повторюсь, еще закон. И он определяет именно круг граждан, критерии, которым они должны отвечать, а также перечень вопросов, по которым они имеют право получить юридическую помощь, как консультацию, так и представительство в судах. Какие документы необходимо при себе иметь? Соответственно, документы, подтверждающие личность гражданина, а также документы, подтверждающие, что он относится к той или иной категории граждан, которые имеют право получить данную помощь бесплатно. Если мы говорим об инвалидности, соответственно, документы об инвалидности, если мы говорим о доходе семьи либо одинокопроживающего, соответственно, сведения о доходе семьи либо одинокопроживающего. Если мы говорим о гражданах предпенсионного возраста, следовательно, паспорта должно хватить. Если мы говорим о пенсионерах, неработающих, Соответственно, мы представляем пенсионное удостоверение, а также, если запросить справку из пенсионного фонда, то трудовая деятельность прекращена. И это только очная, да, всегда консультация? То есть, как бы, нужно приехать к юристу? Да, это очная. Адвокатская консультация зачастую очная, потому что пока что именно можно. Я не слышал, что они организованы, что их можно получить именно дистанционным образом, такие услуги. Сейчас, Юлия, сдам время. А вот, смотрите, можно ли, вторым пунктом стоит, можно ли получить заочную консультацию? Потому что, еще раз, пациенты наши маломобильные. Вот, я так понимаю, что какой-то шанс получить заочную консультацию нет, или это можно, может быть, по доверенности как-то? Следующий вопрос. Можно ли кого-то отправить, чтобы забрать результаты обследования, получить лекарства льготные, кто-то другой, а не сам пациент? За этим просто приходится регулярно ездить за этими аналибами. Вот пришел он в клинику, да, анализы сдать приехал, но результаты-то придут позже. Очень часто они отправляются на почту, но не все владеют почтой, да, взрослые пациенты. Получить льготные лекарства, не самому приезжать, а чтобы кто-то мог приехать. То есть вот с этим тоже наши пациенты часто сталкиваются, и мы не знаем, что с этим делать. С одной стороны, ведь защита врачебной тайны идет. Вот. Понимаете? То есть, может быть, там сосед или кто-то. То есть вот как здесь вопрос решится? Все время спотыкаемся об этом. Да, спасибо. То есть начну, наверное, с результатов исследований, обследований, анализов и лекарств. То есть в случае, например, если у нас гражданин выразил свою волю в добровольном согласии на медицинскую помощь, а указал, он в этом согласии имеет право указать также лицо, которому данные результаты будут предоставлены. Это первый момент. То есть обязательно на это обратить внимание. Кого-то из родственников стоит указать в этом добровольном информативном согласии для того, чтобы он имел право получать информацию о состоянии здоровья, а также знакомиться с медицинской документацией и получать необходимые медицинские документы. Это также предусмотрено законодательством. Пациент либо указанный им гражданин имеет право получить как информацию, так и копию документов. Что касается лекарств, я, конечно, советую здесь оформлять материальную доверенность на получение рецептурных бланков и на получение лекарств в аптечной сети. Приказ у нас четко определяет, что наркотические и психотропные лекарственные препараты отпускаются только по доверенности, за исключением случая, если пациент находится уже на завершающем этапе жизни. Тогда можно предоставить медицинскую документацию, которая это подтверждает, и родственник пациента имеет право получить лекарственные средства, ну даже психотропные, наркотические, без доверенности. Это уже мы говорим, когда о палеоативной медицинской помощи зачастую. Что касается заочной консультации онколога, другого специалиста, то, конечно, у нас заочно лечить невозможно, я думаю. В любом случае необходим очный прием, либо очный осмотр специалиста. Возможно взаимодействие пациент-врач в рамках телемедицины, но после того, как пациент будет осмотрен очно врачом. Спасибо. И еще как раз несколько слов. Относительно, вот если человек у нас маломобильный, не может выйти из дома. У нас первичная специализированная помощь может оказываться на дому. Но мы сталкиваемся с такими сложностями, это на самом деле порядком закреплено, что для онкологической помощи действует особый порядок. И он определяет, что онкологическая помощь оказывается в медицинских организациях. Поэтому из-за этой ситуации надо искать выход в каждом конкретном, конечно, случае. Если мы говорим о терапевте, об ином специалисте, то данная специализированная помощь, конечно, может быть оказана дому. И необходимо добиваться, если пациент на самом деле объективно не имеет возможности попасть в поликлинику. Это же может быть и для прохождения медико-социальной экспертизы необходимо, когда необходимо не только заключение и консультации онколога, но и заключение рекомендаций иных узких специалистов. Спасибо. Спасибо большое. Да, ну вот очень часто действительно приходят родственники с пачкой документов, а зачем вам больной? Нате, вот посмотрите и проконсультируйте его заочно, что его туда-сюда таскать. И очень часто они хотят приехать из другого города. Родственники здесь живут, сам пациент где-то далеко. То есть все-таки еще раз. И врачу необходимо хотя бы один раз увидеть пациента. И с юридической точки зрения тоже пациент нужно, чтобы он приехал, показался доктору и оставил контакт или указал свое доверие на лицо, которое дальше может работать от его и лица. Правильно? Да, правильно. Еще тоже уточнение. Я забыл. Если мы говорим о других городах, то в данном случае, конечно, можно взаимодействовать через доктора в своем регионе, в своей поликлинике, в онкологическом центре уже по месту жительства, взаимодействовать со специалистами, допустим, федеральных медицинских организаций, учреждений в другом городе, в Москве, в Санкт-Петербурге, ну, где они у нас расположены. Опять взаимодействие через телемедицину уже только в данном случае взаимодействие будет врач-врач. Когда ваш лечащий врач по месту жительства будет совещаться с лечащим врачом федерального центра. Это как раз в рамках приказа телемедицинской помощи. Спасибо. Вчера у нас на школе пациентов как раз возник этот вопрос о том, что, ну, вот эта консультация врач-врач телемедицины, это ведь если тот доктор посчитает необходимым проконсультироваться с врачом федерального учреждения, а очень часто возникает ситуация, когда сам пациент считает, что ему надо куда-то там поехать. Вот здесь он имеет право требовать направление, чтобы поехать? Имеет ли право требовать консультации вот этой врач-врач? То есть вот врач на месте считает, что не нужно, он и так всё понимает о нём, а сам пациент хочет получить там 15-е мнение. Требовать имеет право? Ну, мы не имеем права требовать в данном случае, поскольку это находится в компетенции лечащего врача, именно лечащий врач определяет порядок, тактику лечения, обследование. Это всё в виде лечащего врача, и это относится к специальной области познания, к медицине. Но пациенты имеют право перед лечащим врачом поставить такой вопрос и обосновать, выразить свою позицию и просить лечащего врача организовать такую телемедицинскую консультацию. Зачастую мы сталкиваемся, когда лечащий врач индивидуально сам считает, что этого не нужно, но когда пациент просит в данном случае созвать онкологический консилиум, либо рассматривает вопрос уже коллегиально на врачебной комиссии, то я видел такие решения онкологического консилиума, когда консилиум решает направить пациента, ввиду тех или иных причин, особенностей заболевания, пишет направить на телемедицинскую консультацию в один из федеральных центров. Такое есть, да. То есть требовать, наверное, это некорректно, а просить и объяснить свою позицию – это корректно. И следующий врач сам считает, что он индивидуально решил, что это не требуется, то пациент также имеет право, чтобы этот вопрос был рассмотрен коллегиально. Спасибо большое. Мы даже на школе объясняли, что если, допустим, пациент, ну или родственники пациента могут прислать документы в федеральные учреждения, там сложная ситуация, то из этого федерального учреждения они могут сами сделать запрос в регион. Марина Борисовна, это у нас такая добрая Анна Николаевна, не в каждом федеральном учреждении. Спасибо большое. Юлия Владимировна, у вас есть вопрос? Да, у меня и был вопрос к Андрею Витальевичу. Возможно ли вызвать юриста на дом, то есть для маломобильных пациентов? Если заочно нельзя обратиться к юристу, то можно ли его пригласить на дом? И второй вопрос. Сказали, что нужна нотариальная заверенность. А если пациент от руки напишет доверенность на кого-то из родственников, она будет действовать? Первое, что касается помощи на дому, у нас также еще, я не отметил, что нотариусы оказывают юридическую помощь бесплатно, но только в рамках совершения нотариальных действий. То есть сами нотариальные действия они бесплатно не оказывают. У нас на налоговом законодательстве предусмотрена льгота 50%, а консультировать дому бесплатно. Нотариуса можно вызвать на дом, но опять по оплате. Бесплатно мы здесь не можем говорить. Что касается юридической помощи на дому, если мы говорим о юристах бесплатно, то, конечно, этот вопрос необходимо решать с конкретным адвокатским образованием. Если это не получилось, то тогда с адвокатской палатой. Это первое. Второе. Говорить о доступности, допустим, ну вообще учреждений, да можно говорить и о доступности своего жилого помещения. Если у нас человек лежачий, либо передвигается на инвалидной коляске, проживает на пятом этаже, соответственно, у нас условия доступности ограничены, и он не может выйти из дома. В этом случае, в силу 181-го федерального закона именно о доступности, когда та организация, к которой он обращается за помощью, она обязана рассмотреть вопрос об оказании этих услуг на дому. Но четких правил, допустим, которые говорили бы нам, что терапевт должен выйти на дом по вызову пациента, и юрист, либо адвокат должен выйти на вызов. По обращению пациента такого нет. Либо мы обращаемся к общим нормам о доступности и об оказании помощи, а также, либо мы уже работаем индивидуально с каждым конкретным случаем, убеждаем специалиста выйти и оказать такую помощь. То есть тут нельзя дать однозначный ответ. И что касается доверенности, у нас сформулировано в приказе доверенность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Да, формально у нас нотариальная доверенность требуется только для совершения тех сделок, которые подлежат совершению материальной формы. Или на распоряжение недвижимым имуществом. Четко установлено. И в иных случаях у нас этого не предусматривается. Но можно пробовать написать доверенность от руки. Такие доверенности у нас принимаются, и раньше принимались. Сейчас мне известны случаи в бюро медико-социальной экспертизы, когда пациент пишет доверенность от руки на своего родственника, и ему выдают именно родственнику пациента документы об инвалидности. Здесь могу сказать только одно, что это будет опять на усмотрение того специалиста, к которому вы попадете. Чтобы избежать недоразумений и лишних недопониманий, я всегда советую оформить на получение лекарственных препаратов антреальную доверенность. Спасибо, Андрей Витальевич. У нас пока онлайн-вопросов нет, но вы от нас не отключайтесь, может, еще появится. Извините, а мы на все ответили, которые были у нас в списке? Пока да. Про федеральную. Понял. Да, на все. Марина Борисовна, вы с нами? Да, я с вами. Давайте тогда перейдем ко второй части вопросов. Озвучите их. Да, звучу, можете мой листочек вывесить, чтобы вы видели. Все. Так, теперь вопрос у нас к социальной службе. Существует ли помощь на дому? Это принести лекарства, продукты. Как насчет социального такси? По городу, области и между городами. Помощь при транспортировке маломобильным гражданам, потому что они могут быть сидячие или на каталке. Может ли пациент получить какую-нибудь медицинскую, психологическую помощь на дому бесплатно? И куда нужно обращаться? Спасибо, Марина Борисовна. Мы передаем слово Оксане Алексеевне Щербаковой. Это начальник межрайонного бюро Кронштадтского и курортного районов Санкт-Петербургского казенного учреждения Центра организации социального обслуживания Санкт-Петербурга. Оксана Алексеевна, ждем вас. И пока Оксана Алексеевна настраивает свою презентацию, друзья, я напоминаю, что в нашем вебинаре могут принять участие как врачи разных специальностей, так и пациенты и их родственники. И мы приглашаем задавать вопросы. А для этого вы можете выйти из полноэкранного режима просмотра, написать вопросов, нажать кнопку «Отправить». Я его увижу и озвучу. Итак, Оксана Алексеевна на экране. Слушаем вас. Спасибо. Нет звука. Звука нет. Да, мы видим вашу презентацию, слушаем вас. Нет звука. Почему-то мы вас не слышим. Посмотрите свой микрофон. Нет звука. Нет звука. Нет звука. У нас технические проблемы. Светлана Гиршина, у нас еще на связи в качестве эксперта профессор, хирург, гириатор Горелик. Светлана Гиршина, она онлайн на связи из Москвы. Светлана Гиршина, вы не хотите задать свои вопросы? Вот, я пока думаю, пока технические проблемы. Можно я Леониду Валерьевичу задам вопрос? Давайте. Леонид Валерьевич, а наши вот немобильные пациенты, они могут заключить договор, например, с своим подопечным? Они заключают договор в рамках там организации социального обслуживания? Может ли этот договор быть, заменить как бы нотариальную доверенность, чтобы этот социальный работник мог от лица пациента забирать те же анализы, где-то его предоставлять? Именно социальным работникам, все равно они приходят к ним, все равно с ним заключается договор на обслуживание. Ну, что касается, например, получения сведений о нездоровье, получения результатов обследования, то здесь будет доказано, чтобы пациент не только заключил договор, но он указал этого, ну, то есть работника среди лиц, которым он доверяет и которым он просит предоставлять те или иные сведения, а также документы, то есть опять в добровольном согласии на получение, оказание медицинской помощи. То есть здесь вот надо не только договор иметь на руках, но и в согласии указать этого гражданина, этого сотрудника. А нету такого документа, у нас еще не разработан, да, вот этот документ. Я просто не видела его. Может, надо подумать, разработать такой документ и попросить Центр социального услуга его внедрить, чтобы было проще. Ну, вот мы сталкиваемся с тем, что когда пациент как бы госпитализирует его, то он подписывает такой вот о медицинском мешке. Он подписывает у нас стационарий. А вот почему хотелось услышать кого-то из Центра социального услуживания? Можно ли заключать такой договор, чтобы обойти вызов нотариуса на дом? Это все равно не бесплатно. Для многих пациентов это большие деньги. А если можно придумать и предложить какой-то другой вариант, было бы очень хорошо попробовать. Ну, опять, мы ограничены тем, что если, например, человек находится дома, то такого договора, конечно, не будет. Его просто не будет достаточно, поскольку у нас даже по програжданскому законодательству, если мы заключаем договор поручения, конкретно поручаем лицу выполнить какие-то действия либо предпринимать какие-то меры, то все равно мы должны ему оформить доверенность. Без доверенности здесь у нас не получится. А доверенности у нас только нотариальные, правильно? Да, чтобы, ну, опять, четкого такого у нас указания, что только нотариальные нету, но разные специалисты относятся к этому по-разному и во многом случаях просто, ну, как в обычае, требуют нотариальную доверенность. С ней будет без проблем. Без нее может получиться, а можем мы просто нарваться на то, что нет, и все. Нет, мы не выдадим вам, допустим, препарат без нотариальной доверенности. И тогда придется убеждать. Это незащищение вот в этом отношении. Ну, это человеческий фактор. Кто-то пойдет навстречу, а кто-то станет... Нет, просто если был такой документ, если бы разрешено было, кроме нотариальной, например, доверенности, использовать такую доверенность, раз все равно заключается договор, и в рамках договора, если прописать именно этого социального работника на какие-то определенные возможные услуги, которые он может оказывать пожилому человеку, в том числе и такая услуга. Потому что в рамках организации социального обслуживания там много услуг, которые может оказывать социальное служение. Я понимаю, что социальный работник может получить и лекарство, и к врачу сходить, если договор заключен, и без всякой доверенности. Давайте мы зададим эти вопросы социальному работнику. Мы готовы. Спасибо. Спасибо, Светлан Гиршин. Оксана Алексеевна, мы рады послушать вас. Видите, мы уже без вас начали тут обсуждать. Ждем, да. Я надеюсь, меня слышно в этот раз. Я зашла по новой. Да, все хорошо, да. Я тогда приступаю. Я расскажу об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге. Можно презентацию начать, переключить следующий слайд. Значит, наша служба социальных участковых была создана 1 июля 2019 года для системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Вообще, это второе неофициальное название нашего учреждения, Центра организации социального обслуживания. Главной задачей службы является подтверждение права гражданинам на социальное обслуживание. Так как согласно законодательным нормам, человек для того, чтобы мог получать социальные услуги, он должен быть признан нуждающимся в этих услугах. За социальным обслуживанием в Санкт-Петербурге граждане обращаются с учетом заявительного принципа. То есть они должны прийти и заявить о своих проблемах. Но достаточно большое количество граждан, нуждающихся в социальной помощи, не знает о том, что могут ей воспользоваться или куда они могут обратиться. И также мы часто сталкиваемся с тем, что некоторые категории населения не могут это сделать, заявиться, в силах определенных обстоятельств. Например, какие обстоятельства это могут быть? Это может быть заболевание, возраст, травма или наличие инвалидности, которые приводят к тому, что человек не может самостоятельно себя обслуживать и обеспечить свои основные базовые потребности. Как раз служба социальных участковых это такой новый механизм информирования и выявления граждан, которые имеют какие-то функциональные дефициты, не могут лично прийти к нам на прием. Поэтому одна, наверное, из основных функций и возможностей социального участкового это оперативно выехать в адрес гражданину, изучить его трудную жизненную ситуацию и составить, скажем так, некий такой социальный маршрут для решения вопроса о предоставлении ему социального обслуживания. Можно перейти к следующему слайду. Видно ли презентацию? Я не вижу, к сожалению, но надеюсь, все идет. Также хочу сказать, служба социальных участковых, она находится во всех районах, во всех 18 районах нашего города. Следующий. А, так. Значит, нормативно-правовые акты. Вот он, следующий слайд. Регламентирующие работу нашего центра. Я не буду, наверное, подробно останавливаться. Они все размещены на нашем официальном сайте, с ними можно ознакомиться там. Наверное, назову основной документ. Это распоряжение номер 2563, который утверждает регламент по предоставлению услуги по признанию граждан нуждающимся в социальном обслуживании и составлении ему ИПСОВ. Можно перейти к следующему слайду. В следующем слайде мы видим данные о работе нашего учреждения. Конечно, вот выделено более ярким цветом. Самое большое число обращений, конечно, составляет от граждан пожилого возраста. Можно увидеть, что за 2022 год более 76 тысяч разработано индивидуальных программ получения социальных услуг. Следующий слайд. Если говорить о выявлении, о способах поступления информации граждан в наши учреждения, то, конечно, мы видим, что к нам обращаются и сами граждане, и медицинские организации, и районы администрации, родственники, неравнодушные соседи, знакомые, граждан, которые нуждаются в социальной помощи. Информацию мы получили. Происходит процедура признания гражданина, нуждающимся в социальном обслуживании. И следующий шаг – это получение услуг на основании договора уже с поставщиком социальных услуг. Я здесь указала три формы основные. В форме социального обслуживания на дому, полустационарная форма и стационарная форма. Давайте перейдем к следующему сайту. Слайду, прошу прощения. Ну, и информация к нам поступает, естественно, на основании соглашения о межведомственном сотрудничестве. Очень большая работа проведена. Более порядка 121 соглашения заключено с медицинскими организациями. Работа продолжается в этом направлении. И данные соглашения, конечно, облегчают нам способы и возможности получения данной информации. Переходим к следующему слайду. Ну, здесь я, конечно, остановилась именно на поступлении сведений из медицинских организаций в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение Центра газоциального обслуживания. Информация поступает на наш единый телефон обслуживания, колл-центр. Это 576 0576. И посредством единой программы ЕСЭТ на все обращения мы оперативно реагируем и работаем с гражданами. Следующий слайд, пожалуйста. Восьмой слайд у нас пришел. Значит, если говорить о том... Я вот остановлюсь поподробнее. Сам порядок признания гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании, как же все-таки это происходит? Начинается все с регистрации поступившего заявления. В течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления принимается решение о признании либо об отказе гражданина в признании в социальном обслуживании. И в течение десяти рабочих дней от даты регистрации заявления гражданину на руки выдается документ. Это индивидуальная программа получения социальных услуг, в котором перечислены те услуги, на которые гражданин может рассчитываться. Непосредственно социальные услуги предоставляют поставщики социальных услуг. Это учреждения социального обслуживания, которые отображены также в данной разработанной программе. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь я остановлюсь тоже. Значит, все виды социальных услуг, которые включаются в программу. Социальное обслуживание для граждан пожилого возраста предусмотрено в трех формах, как я уже сказала. Это может быть обслуживание на дому, когда человеку предоставляется помощь в быту, доставке продуктов питания, медикаментов, сопровождение медицинской организации, оказание помощи в уборке. Также в случае необходимости более, скажем так, интенсивного ухода, это еще и социальный медицинский уход на дому. Помощь приемник пищи, смена белья, одевание, переодевание, уход за пролежними, смена подгузников, скажем так. Также могут быть представлены и полустационарные формы социального обслуживания, когда гражданин самостоятельно может посещать учреждения социального обслуживания, где услуги направлены на развитие новых навыков, организацию досуга и отдыха, посещение лечебно-оздоровительных мероприятий. Также может быть разработана стационарная форма обслуживания, когда пожилой человек, уже нуждающийся в круглосуточном постоянном уходе, проживает в условиях пансионата, где созданы наиболее, скажем так, адекватные его возрасте и состояние здоровья, условия, также представленные мероприятиями языческого социального характера, а также обеспечения ухода. Так, и, пожалуйста, шагаем на следующий слайд. Ну, здесь я хочу рассказать о принципе одного окна. Все-таки наша служба направлена на то, чтобы максимально упростить процедуру признания, да, в рамках данной работы сотрудник на приеме осуществляет различные межведомственные запросы для того, чтобы осуществить процедуру признания. Следующий слайд. Для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании согласно регламенту требуются некие медицинские документы, формы которых утверждены, и каким же образом, да, гражданин представляет данный документ. Я тоже вынесла это на слайд. Гражданин может самостоятельно обратиться в медицинское учреждение. Наша служба может сделать межведомственный запрос в медицинскую организацию, куда прикреплен гражданин по полюсу ОМС. Либо, возможно, тоже такой вариант, когда гражданин находится на лечении в больнице, к моменту выписки лечащий врач понимает о том, что гражданину дома будет требоваться помощь, и уже на моменте выписки лечащий врач готовит необходимые медицинские документы для осуществления признания его нуждающимся в социальном обслуживании. Следующий слайд. Итак, какие же это документы? Значит, медицинские документы, они для нас подтверждают полную или частичную трату способности к самообслуживанию и передвижению. Это медицинское заключение, которое, один из документов, это медицинское заключение, которое заполняет терапевт. Оно прикладывается к заявлению о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме на дому и в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании. Либо более такой развернутый документ, второй медицинский, это сведения о состоянии здоровья гражданина. Данный документ заполняется терапевтом, психиатром и врачебной комиссией, закрепляется, в котором данный документ прикладывается к заявлению о предоставлении социальных услуг в стационарной форме при постоянном либо пятидневном проживании. Следующий слайд. Следующий слайд. Ну, один из таких, из последних, также дополнительных документов, это заключение об отсутствии и наличии противопоказаний формы 202-Н. Данный документ необходим для стационарной формы социального обслуживания. Заполняется этот документ также врачебной комиссии. Следующий слайд. На нем отображен как раз-таки запрос медицинского заключения, то есть гражданин при подаче заявления на социальное обслуживание дает свое согласие на передачу сведений, составляющих врачебной тайне. И таким образом мы от медицинского учреждения получаем медицинское заключение, в котором указывает, подтверждается степень утраты и на основании этого документа гражданин признается в форме либо на дому, полустационар, либо стационар при временном проживании. Следующий слайд. Ну, данная форма запросов хорошо работает. Мы видим на слайде, что уже в 2020, ну, за текущий период порядка 600 запросов отработаны. Медицинские учреждения нам отвечают, граждане получают социальное обслуживание в свое время. Следующий слайд. Хочу остановиться также на признании граждан, получающих палиативную помощь. То есть, если я говорила о том, что в общем порядке граждане признаются, решение о признании принимается в течение пяти рабочих дней, то на основании обращения медицинской организации, в которой принято решение о показании палиативной медицинской помощи гражданину, то есть, такого гражданина мы признаем в течение двух рабочих дней. То есть, очень оперативно связываемся, выезжаем и оформляем все соответствующие документы. Это как раз отображено на следующем слайде. Пожалуйста, можно переснуть, где как раз говорится о двух рабочих днях и в 2023 году уже отработано 129 таких сигналов в медицинских учреждениях. Можно перейти, наверное, к следующему слайду. Да, я так быстро поройду. Социальное сопровождение специалистами Центра организации социального обслуживания также осуществляется как раз-таки на этапе до признания гражданина запроса медицинских документов. У нас заключены также взаимодействия с Министерством внутренних дел при необходимости восстановления, возможно, каких-то документов удостоверяющих личность. Такой практикой мы тоже сталкиваемся. Либо требуется, когда гражданин, экстренная госпитализация. Ну и вообще жизненные ситуации, конечно, бывают самые разные. Специалисты ведут гражданина, да, как я сказала, от момента выявления до получения социальных услуг и желтостищика. Ну, следующий слайд. Какие трудности, конечно, у нас могут возникать. Конечно, обмен информацией хочется всегда усовершенствовать, потому что организация электронного взаимодействия, причем объединение наших ведомственных информационных систем намного упростит работу у всех ведомств. Перейдем к следующему слайду. Служба социальных участковых активно работает на рабочих встречах, в том числе с медицинскими организациями. Ну, как видно на слайде, в 2023 году проведено более 30 рабочих встреч, на которых мы информируем также врачей о порядке нашей работы, о том, каким же образом передать гражданин, не выписывать его, да, прямо передать из одних рук, скажем так, в наши руки, в социальные службы, конференции и распространение информации в самих медицинских организациях, конечно, дают большой плодотворный результат. Работа ведется с каждым годом, вот уже мы с 2019 года существуем, и, конечно, эффект и результат очень большой от этой работы. Спасибо, получается, всем, конечно, большое. Ну, и последний слайд, на котором я тоже хочу остановиться. Служба социальных участковых. Представлен наш телефон, единственный колл-центр 576-0576. Наши информационные ресурсы это социальный навигатор, на котором можно получить, изучить всю информацию социального обслуживания. Я хочу вам предложить, наверняка рядом с вами у всех есть мобильный телефон, вы можете навести камеру на любой штрих-код, который вы видите на экране, и перейти, ну, допустим, может быть, в чат-бот, и перейти в раздел часто задаваемые вопросы, и вы увидите, насколько доступна представлена информация, и на какое большое количество вопросов гражданин может найти ответы. Вот такая вышла моя презентация, я надеюсь, что достаточно так сжато смогла объяснить порядок признания, порядок работы именно нашей службы, и я могу перейти к вопросам, которые поступили. Подтвердите, пожалуйста, меня слышно, то очень так тихо, я ухожу. Нет, мы вас внимательно слушали, спасибо большое. Я хочу сказать, что я перешла сразу же по одному из ваших, как это называется, да, и все сразу открылось, получилось, так что спасибо огромное. Также на самом портале вот чат-бот можно оперативно получить в телефон те как раз-таки бланки, необходимые медицинские документы, которые нужны для признания гражданина. Нуждаемся тоже, это очень удобно, то есть документ прямо скачивается, и прямо он у вас уже в телефоне. Очень удобно. Вот. Из тех вопросов, которые были заданы, конечно, вот существует ли помощь на дому, я об этом частично сказала в своей презентации, еще раз я к ней поднимусь, то есть в рамках разработанной индивидуальной программы социальных услуг помощь на дому, она, вот это социальный бытовой блок, он очень достаточно большой, то есть это и покупка продуктов, приготовление пищи и кормления, смена подгузников, абсорбирующего белья, в том и вызов и врача на дом, и сопровождение к врачу, и вынос мусора, и уборка, то есть это настолько большой спектр услуг, который осуществляет поставщик, конечно, это все есть. Дальше вопрос, вот прям пойду по списку, да, социальное такси, социальное такси в Санкт-Петербурге, я, наверное, сразу вот назову телефон, то есть телефон городского информационного центра 334-4143, чтобы воспользоваться социальным транспортом, нужно подать соответствующее заявление, то нужно, можно сделать в МФЦ или в отделе социальной защиты населения своего района, в администрации своего района. Слуга предоставляется гражданам, передвигающимся, ну, в том числе, вот указана была информация, на кресла, колясках и с помощью костылей, тростей, опор к социально значимым объектам своего города. То есть всю необходимую информацию, как нужно подать заявление, какие документы необходимо собрать, это можно узнать именно в администрации своего района, то есть немножко это не наш блок работы, но когда граждане к нам обращаются с этим вопросом, мы как раз мальшизируем вот по телефону 334-4143, сначала граждане подают заявление, принимается положительное решение о предоставлении этой меры социальной поддержки и можно пользоваться услугами социального такси. Следующий блок вопросов. Малобомбильные граждане, вот как раз таки сидячая, лежачая каталка, вот если вот вопрос к сидячему человеку, да, то служба социального такси можно воспользоваться. Что касается, конечно, лежачей каталки, но, к сожалению, в законодательстве именно вот такой услуги не предусмотрено и к нам граждане тоже обращаются с такими вопросами, приходится решать силами, ну, скажем так, да, и медицинского персонала, и сами родственники, службы, волонтерские можем подключать. Тоже все зависит от состояния человека, все-таки можно ли его каким-то образом усадить. В некоторых, я знаю, что в некоторых районах, в комплексных центрах предоставлены вот такие автомобили для передвижения маломобильных граждан, то есть если человека можно все-таки как-то усадить, пристегнуть, закрепить, да, то можно его по своему району транспортировать. Но именно вот как мы предполагаем, да, вот лежачая каталка, вот, к сожалению, такой услуги пока в законодательстве нет. Следующий вопрос. Может ли пациент получить какую-либо медицинскую, психологическую помощь на дому? Бесплатно, да, я тоже озвучу, что для всех категорий граждан бесплатно предоставляют следующие виды социальных услуг на дому. Это как раз социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-психологические. Видимо, подвесится, подвесится, если бы у нас... А? Вообще у нас висит снимок. Оксана Алексеевна, вы у нас подвесли. А можно я расскажу про социальное такси, вот то, что я тут не услышала? Марина, да. Я знаю, что инвалиды первой, второй группы, которые проходят медико-социальную экспертизу, и им пишут в рекомендациях транспорт, социальное такси. Эти сведения уже должны от них передаваться в соцзащиту. И пациент может позвонить вот по этому номеру телефону и просто спросить, есть он там в реестре или нету. Обычно находят его в реестре и он может заказывать такси. Хорошо. Но позвонить все равно нужно, уточнить. Да, спасибо. Так, Оксана Алексеевна. Да, да, да. Да, конечно. Оксана Алексеевна, вы как с нами? Так, у нас опять технические проблемы, мы немножко ждем. Светлана Гиршина, вы подготовили свои вопросы? Мы, к сожалению, пока... Да, но они к Светлане как раз... Да, сейчас мы тогда подождем. Я просто вас потеребить, с нами ли вы? Нет, нет, я здесь. Просто я вот смотрю услуги, которые оказывает социальная служба для граждан пожилого возраста. я открыла тоже ссылку, как и вы. И здесь написано «Оказание помощи в получении юридических услуг». Вот. И они еще тоже помогают, да, да, да. Сейчас. Только в каком виде? Они просто могут сопровождать пожилого человека? Можно пару слов? Да, да, да. Да, я это тоже видел, сталкивался с этим отчасти. Но это что, как я это понимаю, как я это видел на практике. То есть социальный работник, он как раз помогает пожилому пациенту, гражданину найти, где он может получить вот эти вот юридические услуги бесплатно. Информацию. Да, информацию. Если, допустим, юрист, он же может согласиться разобрать вопрос и по документам, но это все зависит, конечно, от документов, и посмотреть документы и дать заключение, да, допустим, или консультацию. Ну, правда, согласиться, не согласиться, это уже индивидуальный подход будет к этому, но социальный работник может как минимум получить информацию, куда обратиться, помочь собрать необходимые документы. Это как раз вот входит вот в это наименование помощь в получении юридических услуг. То, что вот я, на самом деле, ну, мы видели это на практике. Спасибо. Документы из пожилого человека собрать. У него есть такая вот, я возвращаюсь в договор опять социальной службой. То есть, если этого договора будет достаточно, чтобы он мог собрать пакет документов за пожилого человека. нет, 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 нет. Это помочь собрать пакет документов и, может быть, дома просто скомпоновать их. Но если мы говорим о таких... Может быть, паспорт или снилс, да, вот так вот. Да, если мы говорим о восстановлении таких документов, если мы говорим о получении документов с необезличенными данными, ну, допустим, это выписка из ИГРН сейчас, с марта месяца, сейчас мы можем заказать, но там все данные обезличены. Если мы хотим не обезличенные данные по недвижимости, мы должны сами обратиться, ну, лично, с паспортом и либо с доверенностью. То есть, у нас есть ряд все-таки действий определенных, повторюсь, это вот получение психотропных и наркотических препаратов, которые прямо указывают, что нужен не только рецепт, нужен еще и паспорт пациента, а либо доверенность пациента. То есть, ну, прямо закреплено. Это мы обойти никак не можем. Ну, то есть, да, я все. Прошу прощения, грелся прям телефон, мне получилось все. Скажите, пожалуйста, откуда мне продублировать информацию, потому что я прям так живо отвечала, а получается, сама себе. Услышали ли вопрос о бесплатной платности социально-психологической и социально-педагогической? Да, 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 это мы все слышали, все, мы просто на какой-то момент зависли, и мы сразу же забили тревогу. Спасибо. Да, я прошу прощения за такие технические неполадки, а я... Сейчас, сейчас. Это мне? Да. Вот так. Это вертикально. Так. Значит, я хочу еще... срочные социальные услуги, это услуги, которые оказываются бесплатно в каждом комплексном центре района. туда, как раз входит блок социально-психологических и социально-правовых. Что же касается социально-бытовых услуг медицинских, то есть у нас в соответствии с законом Санкт-Петербурга социальное обслуживание на дому в полустационарной и стационарной форме бесплатно предоставляется определенным категориям граждан. Эти категории достаточно... Ну, большой перечень. Я назову, наверное, вот такой основной блок. Это инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, лица, награжденные знаком жителей блокады Алиминграды, лица, награжденные знаком жителей осажденного Севастополя. И получается для... Вообще основной такой вот показатель, что все социальные услуги в форме социального обслуживания до дому предоставляется бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или равен в полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге. То есть я хочу тоже сделать акцент, что работа нашей службы службы социальных участковых, она бесплатна. Гражданин подает заявление и разрабатывается в данной программе предоставления социальных услуг. Программа действительно в течение трех лет. Это значит, что гражданин может и не сразу обратиться к поставщику и заключить договор через некий какой-то период. И вот как раз в момент заключения договора с поставщиком весь расчет на вывод этот дипозон, чтобы гражданин понимал, сколько же, какая частичная плата будет взята за услуги, уже обговаривается именно поставщику. Я надеюсь, что это был вроде последний вопрос, который был задан, куда можно обратиться. Ну, для оформления индивидуальной программы гражданин обращается, еще раз повторюсь, по телефону единого нашего центра 576-0-576 записывается на прием или приходит в порядке живой очереди. В любое районное бюро вы находите доступно в каждом районе нашего города. Информацию об адресах также можно найти на сайте. Если, может быть, у кого-то сейчас есть более конкретный вопрос, я готова послушать, что-то я могу может ответить, ориентировать или маршрутизировать человека непосредственно уже сейчас. А вот можно спасибо задать? Да, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Все-таки пациент живет в области. Как он может добраться, допустим, до федерального учреждения? Ну, инвалид, может он там социальное такси из области заказать? Или какой-то транспорт еще? Ну, давайте все-таки с такими нюансами граждан будем информировать, маршрутизировать все-таки городской информационный центр 334-4143. Либо можно в нашей службе 576-0-576 и уже дальше человека переведут вот именно с конкретным его запросом. Хорошо. Я еще могу дополнить, я вот услышала такой вопрос все-таки о нотариальных возможностях подачи каких-то вопросов, был задан вопрос, в нашу службу тоже может обратиться представитель по доверенности и это не обязательно должна быть нотариальная доверенность как раз-таки для облегчения получения наших услуг у нас утверждена рукописная форма доверенности именно на подачу заявления в нашу службу и получение индивидуальной программы. То есть родственник может обратиться к нам на основании такой доверенности рукописной. Спасибо, Оксана Алексеевна. Светлана Гершевна, у вас были вопросы, зададите Оксане Алексеевне. Мы уже обговорили немножко. Единственное, Оксана Алексеевна, а заработала система долговременного ухода, есть у вас такие пожилые граждане, которые находятся в системе долговременного ухода? Да, пилотный проект начал свою работу с сентября 2023 года, сейчас активно набирает обороты. пилотный комплексный центр социального обслуживания, который взял для себя такую основную массу, это комплексный центр Василиостровского района, такой наш передовой район. И на данный момент пошли первые признания, разрабатываются первые дополнения к ИПСУ, то есть мы, скажем так, в самом начале России. У вас в начале тогда, да, задавать вопросы, насколько это расширило возможности социальной службы в помощи пожилым людям, например, получить медицинское обслуживание где-либо. Пока, наверное, да, конечно, еще немножко совсем рановато, да, да, потому что только только мы с вами. Потому что, согласно приказу 2019 года, не 21 года, 31 декабря, который вышел, там очень широкий спектр услуг, которые представляют именно социальная служба в системе ухода очень широкий, в том числе и вот такая помощь пожилым людям и попасть в медицинское учреждение, и коммуникация с врачами, там все это очень хорошо расписано в этом. Очень, да, я согласна, очень прекрасно. Это будет большое подспорье нашим пожилым людям для получения в том числе медицинской помощи юридической. Мы надеемся, что активно это все будет работать. я говорю, начало пути положено, работа ведется. Ну, наверное, в каких-то итогах поговорим где-то на какой-то следующей встрече. Оксана Алексеевна, подскажите, пожалуйста, у вас в презентации там была такая красивая карта с флажочками. Это обозначенные соглашения с какими-то медицинскими организациями, районными поликлиниками, больницами какими-то определенными. То есть в основном это поликлиники и больницы общего профиля, онкологические центры есть среди учреждений? Ну, не готова прямо ответить про онкологические центры. Могу взять себе на заметочку, потом могу дать обратную связь, но на данный момент все соглашения удалось нам заключить во всех районах. Во всех районах. То есть по такому территориальному принципу, как и бюро находится в каждом районе, и запросы мы делаем в каждом районе. А с федеральными центрами вы тоже можете заключить соглашение? Тоже пока вот не готова. То есть у нас есть отдельный отдел о межведомственном взаимодействии, который ведет работу в этом направлении. Вопросы я этот им передам. Хорошо? Спасибо большое. И еще такой вопрос. Вот пациент пожилого возраста, он может обратиться по телефону, за организацией социальной помощи, а может, например, прийти к терапевту и попросить его оформить документы для социальной помощи, чтобы обратиться к вам в организацию. И этим занимается. И документы потом передает терапевт, уже заходя к вам на сайт? Или куда? Как он это делает? То есть если гражданин находится непосредственно на приеме, то он на приеме у терапевта и получит данный документ сразу на руки. А если гражданин по состоянию здоровья нет, ну пока вот он к нам ведет. А если не придет? Если гражданин по состоянию здоровья, ну вот как раз-таки наша служба выезжает к гражданам, вот если он к нам не придет, мы к нему приедем сами домой. Возьмем у него заявление и оформим все необходимые документы и, соответственно, выдача индивидуальной программы также осуществится уже у него дома. То есть мы и выдадим документ тоже дома. А заявление? Если мы говорим о запросе... Да-да? Продолжаем. О заявлении у терапевта оно уже готовое лежит или он тоже также должен зайти к вам на сайт и распечатать? Во все медицинские и поликлинические отделения в форме медицинских документов утвержденные нашим рекламе были разосланы и своевременно предоставлены. То есть каждый терапевт должен владеть этой информацией. Ну, также, конечно, если гражданин к нам обращается и говорит, я иду к терапевту, можно ли у вас взять бланк? Конечно, мы выдаем эти бланки в доступе на сайте. Всегда поможем. Бывает такое, даже что выезжаем, даем бланк в руки. Ну, вот таким образом. задержка в этом отношении быть уже не должно. Спасибо большое. Спасибо. А последний, наверное, вопрос. Мы уже много... Сейчас, Светлана Гиршевна, я первая в очереди. Скажите, а за помощью может обратиться только действительно одинокий человек или вот у него есть родственники, но я не знаю, там сильно занятые или не очень социальные? То есть вот может... к нам обращается любой гражданин за помощью, даже если они проживают совместно. Если мы говорим о граждане пожилого возраста, если он проживает со своими уже детьми, подросшими, конечно, в этом случае никаких нет ограничений. Социальный работник приходит по месту жительства гражданина и оказывает ту помощь, которая ему необходима. Здесь ограничений никаких. Спасибо. Светлана Гиршевна. Не, я уступаю в свою очередь. Я тогда могу задать вопрос. У меня такой вопрос. А что входит в медицинскую помощь лежачим пациентам? Это же, во-первых, они должны составить второй договор по медицинской помощи, да? Первый договор это социальная помощь, вторая, наверное, это по медицинской помощи. И что туда входит, сколько раз приходят работники, чем они помогают? Волотом, апельницей? Или только перевернуть, подложить? Смотрите, социальный работник и медицинский работник, они приходят, ну, в зависимости от потребности, да, два, три раза, до пяти, раз в неделю и до семи дней в неделю. Это уже приходит сиделка. и блок услуг, он, конечно, достаточно большой, то есть это и социальный работник приготовил еду, можно покормить, осуществить контроль за принятием медицинских препаратов, измерение давления, то есть наблюдение за состоянием здоровья гражданина, выполнение процедур, которые назначает именно врач-лечащий, то есть это возможно и закапывание капель, нанесение каких-то мазей, перевязок, повязок, ну, вот в таком направлении. Сюда же и входит и смена обсорбирующего белья, обработка пролежней, то есть, ну, на самом деле полный перечень услуг, которые требуют такому лежачему человеку, ну, в таком вот состоянии. Конечно, если мы говорим, ну, вот про надобное обслуживание, если человек уже не может находиться дома, ему требуется вот прям круглосуточный уход, то это мы уже говорим о форме социального обслуживания в стационарном учреждении. Уколы какие-то могут делать на домах? салют? Ну, это вопрос больше, конечно, не ко мне, но вот назначение выполнения процедуры, оно может быть. можно я отвечу на этот вопрос? Дело в том, что все инвазивные методы социальные работники не имеют права делать. Не имеют права. Нет, нет такого места. Понятно, спасибо. Да, но на самом деле, если можно, я продолжу. Действительно, сейчас социальные работники обучаются по всеместному вместе с сиделками основа медицинских знаний, где им преподается специализированный уход за лежачим пациентом. То есть, практически весь спектр необходимого ухода и помыть пациента, и перестелить пациента, поменять белье, сделать перевязки. Действительно, все то, что назначает врач, если это может сделать не медицинский работник, социальные работники сейчас уже делают. Входят вот эти социальные медицинские услуги, они обучены этим знаниям. Хорошо. Спасибо большое, коллеги. Но кроме инвазивных методов. Ну, то есть, инвазивной помощи нет на дому, пока, по крайней мере. Но это и правильно, на самом деле, да. Хорошо, спасибо большое. Я считаю, очень интересный такой разговор получился у нас, полезный, дискуссия, разговор. Мы затронули много тем, и я очень надеюсь, что мы продолжим эту тему. Я напоминаю о том, что видеозапись мероприятия будет выложена завтра в течение дня. Здесь же, на странице эфира портала Life.Nee Onkologie, где вы сейчас нас смотрите, также примерно через месяц записи всех докладов будут размещены на официальных ресурсах МИЦ-онкологии имени Петрова. И я анонсирую следующее заседание, наш следующий вебинар. Он состоится 30 ноября. Я напоминаю, что последний четверг каждого месяца мы проводим свои встречи 30 ноября. вебинар будет посвящен особенностям ухода за кожей онкологических пациентов, где примут участие радиотерапевт, химиотерапевт и врач-дарматолог-онколог. Спасибо всем большое. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. До новых встреч.